Большое спасибо! Есть несколько человек, кто заинтересовался абрикосами. Но без подтвержденного плодношения мне особо не верят. Ну не растут они у нас, это нереально. На Волге-то не растут, они должны там в каждом дворе расти. Даже мои братья и жена не особо верили, пока в этом году одно дерево бай дало нескольких плодов. Все же одно. Твой бай, смотри в глаза. А чей же? Бай больше никто не сохраняет, кроме тебя. Этой весной должно быть 25 деревьев, 28. Посмотрю, как перезимует, как от плода носит. С уважением, Ренат. Вот таких вот у меня уже много-много-много. Ренат, если видите фотографию, даже если одна первая или сколько там плодов. Все надо. Нашу копилку. А вот это вот, пожалуйста, Сергей, это твоё дерево. Вот. Значит, как получилось? Тут, понимаете, мне трудно было. Я прошу прощения. Даже у дерева не прошу прощения. Он как говорил. А вот вы комментируете прям мои фильмы. Не то, что я там фотографии понадёжил. Вот. А как? Я пробовал. А Антон Валерьевич подтвердит. Дело в том, что я могу сделать, когда стоило нам так делать. То есть я включил бы вот сейчас этот фильм. А потом бы звук и изображения начинали, скажем, минуты порасползались. И всё было бы запорото. То есть мы при этом уровне техники, который мы имеем, фильмы смотреть живьём мы здесь не можем. То есть поэтому я сделал фотографию вот это вот. Прошёл год самый сильный мороз. В ту зиму 30-32, четыре дня подряд. Дерево живо. Эта зима января была 36-37. Три дня подряд. Дерево живо, оно подмёрзло. А это умерло дерево не Серёжкино, не Сергея Железова. Вот поверьте мне на слово кто-то. Вот абрикос на северо-западе. Почему я этот фильм показываю? Да потому что это там же рядом, где Латвия, там же не Белоруссия, там же и Новгородская. Это называется северо-запад. Вот кто фильм включит, наберёте вот так, как он сам включится. Вы увидите, что это саженец мёртвый, но не Железова. А другого авторитета. Прошёл ещё год самый сильный мороз в эту зиму. Минус 32. Снова дерево живо. Вот. И наконец зацвело. Вот это Сергей тоже. Ещё один камушек твой корот. Гирька на весы твоя. Вот это вот пожалуйста. Я тебя поздравляю. Вот. И не подвёл. Теперь. Вот. Что сделал хозяин? Помните мои угрозы там что-нибудь оторвать? Вот. Он взял и начал. А страшные морозы столько лет подряд. Для них это критическое. Там мы же не знаем как. Саженец из посылки, саженец из увечина. Как он там, чего он, где, как это, условия какие. Вот. На пределе. И вот такие морозобойные, они у меня никогда не это, не губят деревья. Вот. Всегда, когда у меня, у меня, у нас с Сергеем, я всё забываю, надо переходить на его. Когда у нас с Сергеем такое случается. Так. Страшнейшая рана. Она начинает как-то вот это всё само по себе. А вот это вот. Как бы отдельное дерево. Вот его распилить, его увидят. И вот с этой стороны. Обтекает, продолжает, плодоносит, как ни в чём ни баллу после этого. Ещё десять лет. А что делает он? Хозяин этого. Он это самое. Сказал, что саженец. Я не спорю. Я рад этому. Но он берёт и начинает расковырять раны. Нельзя. Нельзя. Он нашёл ещё одну рану. Повыше. Повыше. Ещё раз говорю. Дерево живо. И вот это вот. Никогда от этого не погибают абрикосы. Приезжали в страшную зиму. А вот так. Всё это. Об этом. Самое главное. Не подходить с ножом никогда. А тебя, Сергей, подожди ещё с одним живым саженцем. Пусть с подмороженным. Ну и переехать на другое конец света. Вот. Саша на новую слоу. Вот. Настя был с Северской. Привил. Но мы это ещё будем проходить. Ещё один. Абрикосы под Санкт-Петербургом. Это следующий ролик. Вот здесь он получше. Здесь интересно что. Вот. Это ещё не абрикосы. Это не железовский абрикосы. Это просто неплохие абрикосы. Так. Вот. Вот. Но. Видите. Тут я уже. А. По железу сказал. Приятно же. Канаву сделал. Отвёл воду. У него. Так же как в Латвии. Помните. У Андрея. Грунтовая вода. Не грунтовая. А наоборот. Как ещё назвать там. Ну. То есть. Почерва сильно влажная. Получается. Не питает лаву. Он отвёл воду. Всё. Дерево растёт. Дальше. Он показал. Два раны саженца. Один. Со страшной раной. Привитый. Был. Окулировкой. Окулировкой. То есть. Здесь была страшная рана. В боку. Естественно. Окулировка. И сказал. А вот это. По железу. Это. Улучшенная капулировка. И никакой раны нет. Это его слова. Наконец. Он сказал. Что. Посажены. Последние варианты. По железу. На холмы. Он говорит. Спасибо ему. Спасибо всем. Вот. Теперь так. Сумасшедшие цены. На сорта абрикосов. Хочу вас упредить. Кстати. Фундук есть. Фотография украдена. Вот. И уже и логотип на ней. А на самом то деле. Она. Фотография сделана моими руками. В нашем с Сергеем саду. Объясняю. Как до вранья доходят. Вот. Она. Оригинал. Оригинал. А оригинал легко устанавливает. Тот же самый Алексей Виноградов. Я даже не знаю как. И марку этого. И код. И марку этого самого. Все знают. Ну это. Специалисты. Что они сделали. Ну-ка. Смотрите все. Кроме того. Что. Своловые типы. Присомасили. Развернули. Не узнать. Идем дальше. Это я только. Он. Сами напрашивается. Присылает. Присылает. Вот так. Тут. Тут. А чтобы не узнали. Бабочек на нем нарисовали. Вот. Ящик коньяку. Тому. Кто скажет. Что это не моя. Идем дальше. Фотография. Вот. Это вот. Не мое. Ну как не мое. Если дальше листать. То опять мое. Вот. Но. Начинаем с того. Что. Вот это. Запоминайте. Когда увидите. Именно. Анна Ликотычева. Это действительно. Абрикос Академия. Только фотография не с этого сайта. Ну они уже в том числе. Поняли. И опять. Вспоминаем то же самое. Абрикос стал уральским. Вот она. Фотография. Мы уже сразу проходили. Урезаны с двух сторон. Узнаете. Замыслить. Сознавать. Ну понятно. И я уже не выдержал. Знаете. Как. Находить лохотом. Вот. И. Вы можете себе представить. Что вот это дерево. На самом деле. Это не дерево. Но. Назовем это самое. Вившиеся. Землика. Размер ягод. Если вылечить. Да. Примерно. Граммов сто. Или в руку лазить. Да. Вот. То есть. Для нормального человека. Это. Лохотом. Сто процентный. Я прошел. Чтобы вы. Тоже учили. Как я. Других. Ну нельзя же так то. Просто не выдержал. Она не имеет отношения. На этом разговоре. Ну нельзя же так то. Врать то. Уже дальше то. Уже некуда. Все. Знаете. Что так бывает. Когда. Берут. И. Вот так. И. Что. Не видно было. Давайте я вам прочту. У кого то зрение плохое. Вот. Информация. Содержавшаяся в описании товара. Является справочной. В скобках. Внимание. Не является публичной фиртой. И не подпадает под статью. То есть. Не это. Пошли вы нахрен с вашими претензиями. Продавец. Внимание. Может изменить. Характеристики. Вы представляете. У Сергея Саженц. Да. Академик. Фаина. Королевский. Супер сорта. А он характеристики меняет. А зачем. Внимание. Изменить характеристики. Внешний вид товара. То есть. Заказали одно. На фотографии увидели его. А получили другое. Без предварительного уведомления. Фотографии. Изображения. Скобка. Могут отличаться от действительного вида. Что это? Сенька. А ты меня спрашиваешь. Что это? Вы представляете. Человек заранее. Предупредил вас. Мелкими вот такими. Попробуйте. Вот представляете. Я это не уменьшал. Оно так и было. Я вначале не понял. Я говорю. Смотри внимательно. Увеличивать размерах. Он же увеличился размерах. Только сейчас не буду. Вот. Еще. То есть. Когда человек скажет. Вы какого мне прислали. Он скажет. Вот. Видите. Что тут написано. Вам заранее сказали. Что мы пришли вам не то. Что вы заказывали. Вот это есть современный бизнес. Счастливая семья Салтая. Ну а дальше разбирайтесь с ней сами. Вот. А семена. А почему. Здорово придумали. Семена Сибири. У человека. Говорю заклинило. Даже я не сообразил. Я думал саженцы Сибири. А потом обнаружил саженцы. Цены. Каталог. Все. А семена Сибири. А где сказано. Что саженцы Сибири. Где. Ну ка. Смотрите в глаза. Вот это я хотел вас упредить. Ну а дальше немножко повеселее.